Здравствуйте дорогие любители вкусно поесть и быстро приготовить я снова с вами если вы уже пробовали тот рецепт цыпленка табака вернее курицы табак и вам понравилось жарить курицу в грузинском стиле то если помните то там я говорил что сама по себе жареная курица в грузии не является самодостаточным блюдом как у нас поэтому ее дополняют либо разными соусами либо еще как-то доготавливать вот и сегодня мне хочется представить вам один рецепт который называется шкмирули или чкмирули в общем это курица жареная но немного потом потушенная в молочном соусе собственно в молоке с добавлением естественно грузинских специй и чеснока рецепт этот я уже не помню где видео решил вот его повторить и посмотреть откуда вообще он взялся ну и естественно как зачастую бывает знаете его сопровождает легенда о том что один эмилитинский князь попросил приготовить своего повара что-нибудь новенькое да вот ну а тот же как обычно прижимает на его франции такие случаи были и вот это вот когда повара прижмет под одно место у него просыпается фантазия и оттуда рождается масса новых хороших блюд точно так же поступил этот повар он в общем пожарил быстро курицу и сделал этот соус молочный с чесноком и приправами и получилось очень хорошо эмилитинские князья жили в области которая называется в грузии рачи что хочется еще сказать что вообще отношение к жителям рачи в грузии немножко такой знаете как у россиян к прибалтам они такие считают их немножко заторможенными но повара рачи считается одним из лучших в грузии то есть все что готовится в грузии когда готовит повар из рачи получается гораздо вкуснее я решил посмотреть что это за провинция такая и вот вы видите фотографии нарыл я один случайно совершенно сайт и пост о том как люди ездили по рачи и осматривали местные достопримечательности что там только нет но больше всего меня поразило ну во первых вскользь упомянул это синагога да в какой-то предгорной провинции грузии существовала синагога сейчас она правда заброшена то что евреи там жили ну больше двух тысяч лет сейчас они все разъехались по израиль и сша и по европе в общем синагога стоит заброшенная но это совсем не главное это правда не знаю буду включать нет но именно в рачи находится деревня которая называется хванчкара это любимое вино стальное название которых вот конечно и все слышали та масса вина под названием хванчкара которая продается здесь это как бы вам сказать вот из этой статьи я подчеркнул что в общем виноград из которого делается настоящая хванчкара он растет только по двум склонам горы на которой находится вот эта деревня и делается настоящий хванчкара только на одном местном заводе вот вот можете увидеть да вот вот в этом сарае и делается настоящий хванчкара вот дальше вы еще увидите вот вот эти железные ржавые бочки и вот этих минных дел мастера ну конечно смешно выглядит но тем не менее вкусу вина просто замечательный и сколько в грузии не пытались допустим повторить его из других сортов винограда или выращивать этот же виноград на других клонов нужный вкус получить не удалось никому стоит она там конечно ну как вам сказать подарочные бутылки стеклопаре это стоит порядка 900 рублей но там есть возможность купить на разлив и если у вас есть собой пластиковая тара а на месте вы можете купить тару не меньше трех или пяти литров вам придется как поступил автор вот этого поста который я ссылку на который я приведу комментарий видеоролику он просто купил вино он купил бутылку с водой вылил в воду и налил туда вино купленное а на другом заводике тоже когда он попросил налить ему небольшую порцию вина то есть небольшой это порядка литра там литра 2 меньше чем 3 или 5 то винодел он просто нашел какую-то пластиковую бутылку сполоснул ее белым сухим вином сказал вай слушай батона воды нет и налил туда именно то что ему хотел короче рассказывает про грузию и как в общем-то и про любую страну можно бесконечно долго давайте вернемся все-таки к нашему рецепту что же там наготовили эти известные ратчинские повара из чего состоит блюдо вы уже видели в ролике предшествующем скажем в коротенькой заставочке начнем с куриц вот вот она родная ее нужно пожарить мы жарить будем таким способом как мы делали цыпленки пока подкрепление подкрылки и давайте разрежем вдоль мы ее не будем жарить есть вариант по которому можно курицу запекать зачем нам лишний жир мы курицу просто вот так вот развивнем от дубаси молотком как на то пока и положим форму пусть она запечется вот она форма моя новая спасибо большое коллегам которые не забыли хотя я был на подъездом поздравить меня днем рождения укладываем ее вот сюда давайте с конца посолим на просто так вот наброшаем пошло-ка оно в духе затекаем при температуре 108 граммцев до золотистой корочки пока культа наша жарится печется давайте займемся толщиной просто берем сковороду выливаем до 400 миллилитров молока и что нам нужно добавить естественно чеснок вот это вот кориандр сейчас я его растолку и вот это вот настоящая грузинская приправа или специя которая называется уцхасунели я вам уже говорил может быть где-то видели в ролике что вообще это пажетник голубой такое научное название и он еще существует как бы в названии шамбала там вот в районе индии его называют шамбала используют от этого это бобовое растение используют там бобы вот что они из себя представляют вот такие бобы их размалывают и потом добавляют при приготовлении пищи а в грузии из этого растения используют зеленую часть то есть листья стебель это дело высушивают перемалывают и получается вот такая приправа у нее немножко другой вкус но точно так же как и бобы она обладает свойством усиливать вкус скорее всего там содержится природный глютамат натрия но нам усилит и вкус молока и вкус курицы и зелени которые мы туда положим ну и чеснока так как вообще я предполагаю что молоко эмеретинских князей которые потребляя его в пищу и наше молоко которое производит лишь молоко и продается в пятерочке имеет немножко разную жирность и насыщенность поэтому давайте добавим туда немного вот таких нежирных сливок это тоже кстати допускается в рецептах куклу 200 миллилитров добраем грамм 100 поставим пока на плитунку перетрем наш кориандр их не посумели куда же высыпаем молоко теперь займемся чесноком ну просто мелкий падает что еще хочу сказать это грузия там довольно острая пища и состав блюд должен ходить красный перец но имеем все я могут употреблять его совершенно спокойно пищу да и понятие остроты скажем у всех разум поэтому красный перец я сегодня упустил но если вы нормальный обязательно добавь тут я хотел бы знаете еще сказать про пинтичных блюд ну когда говорят но они достаточно аутентичный вкус узнать и там вот мы пробовали таиланде одессу фобоса 7 такой вот тот же самый больше который готовят практически все домохозяйки у всех получается по разному и какой на самом деле даже если это разные населенные пункты в украине даже если это соседки по силу я думаю дочь у них тоже получается по разному поэтому понятие аутентичность ну довольно уклонной на мой взгляд так чеснок измельчен отправляем туда мелочи покончено смотрите что у нас еще ждет нас ждет сметана тут якобы две столовых ложки на самом деле больше но сметана добавляйте в конце она придает такую немного кислинку и немного сгущает этот молочный соус курица давайте покрашем немножко зеленью как же безживой зелени в соус покроем той зеленью которую мы еще потом украсим может быть преподать зеленью добавим на последнюю стадию тушения курица курица тушится в соус примерно 20 минут вот очень вот петрушечка да и с нами она так уже подустала немножко еще и зелень у меня тут есть укроп но сдается мне что в грузии укроп любит не так сильно как в россии который считается россии это национальная приправа к всему летним блюдом но и хорошо конечно укроп ассоциируется с летом но слишком выраженный запах давайте обойдемся в этот раз без него это у нас петрушка это у нас кинза чем подают шукмирули как написано с овощами ну овощи бывают разные поэтому в общем то давайте берем такое насыщающее блюдо поэтому подадим запеченным картофелем вот такой вот и искал производства картофель до поступил в магазине по цене практически банана 72 рубля но свежий молодой я не спорю евро за килограмм ну бог мы его сейчас поставим подвариться а потом из горячей духовки достанем курицу пока она будет тушиться у нас в соусе у нас подпечется картофель и так давайте посмотрим что у нас там происходит с курочкой вот такой вот вид она приобрела но из нее уделяется блюдо соответственно он не дает прожариться низу сейчас нет дело отколупаем давайте пусть наш перевернем я в принципе она практически готова она даже уже немножко тушилась вот там повернем ее обратно соус который мы начали готовить все еще стоит на плите холодный давайте мы его включим немного подварим вот это молоко со специями с чесноком чтобы она вот такая гармонизировалась а все вместе дадим закипеть картошка тоже еще тверденькая вы кстати картошку наверное чуть я думаю может быть бросить прям вот в тот лоточек стеклянный в котором запекается курица может быть это придаст дополнительный вкус нашей картошки соус нас немножко подводился он такой знаете шапкой я его немножко как бы подопустил он немножко загустел вот что он из себя сейчас представляет вот его мы и положим курицу единственно мне кажется что все-таки жидкости маловато но если что есть сливки мы ими его даем что же дальше у нас с курицей вот она ну в принципе можно считать что она достаточно поджарилась готова то она стопудово можно ее брать и есть но нормальные герои всегда идут в обход поэтому мы сейчас достанем на тарелку дадим ей немножко остыть мы поделим на кусочки брусью туда что делать с этим бульоном давайте мы его сойдем ну это уже извините куриный соус если что я почему-то думаю можно будет добавить его соус он был более насыщенный куриным что делаем слоточек высыпаем туда вот остывший сваренье но еще не остывший разговняем как говорил известный кулинар вадиме вылечки ну что будет то будет картофель уже соленый вот такая вот вариация оля поделения свежей курицы это все и давайте отправим обратно курица требует она расчленения она настолько мягкая не был бы не знаю как это делается давайте сразу отеляем кусочки будем исправлять не радует ну главное что этот становой предмет мы будем тушить так вот что получилось мое предложение я на соусе маловато он упарился может быть может быть конечно маловато и сковородка я предлагаю вот этот вот бульон куриный который кусок который дала курицу даже кстати говоря в рецепт написано что иногда в этот соус добавляется куриный жир который вытопился при обжарке курицы добавим еще слива вообще на мой взгляд оттушить соуса слишком много добавим сразу травы и отправляем тушиться под крышкой ну минут на 15 за 5 минут до окончания мы с вами добавим вот эти вот две столовых ложки сметаны ну что дорогие друзья прошло минут 15 давайте посмотрим что у нас курицы молочко ожидаемо подвернулась давайте сделаем вот эту сметану когда вывали которая должна придать у нас необходимую кислинку курица просто разваливается она и так ты была готова тут просто ну я думаю она нежнейший так поставим обратно на плиту немножко погреем буквально минуты 3 посмотрим тем временем что у нас с картошкой а ну что я думаете самое то немножко взъезжим поставим в плиту обратно и наверное плиту выключим пусть картошка ждет подачи в чем подают эту курицу вот в такой специальной грузинской тарелке которая называется кец и вообще это не тарелка и не миска это сковорода керамическая толстостенная сковорода такая глиняная специально купленная поэтому для этого рецепта ну и для других есть еще такое блюдо от джахули это такая жареная свинина или говядина с картошкой и овощами которые тоже приготовлены но для подачи вот это сковорода прогревается если блюдо готовится нет она прогревается и туда выкладывается для подачи курицы вместе с соусом я думаю в принципе можно уже выключать сейчас я все это перевожу разукрашу зеленью и покажу что получилось итак вот смотрите что получилось я лично горжусь да это красиво этот конечно жирок вот сверху и вот этот молоко молочный соус молочный сливочный со специями он объединился в один вкус и с чесночком и получилось на мой взгляд на мой вкус весьма по-грузински ну что я доволен конечно украшать его нужно по правильному зернами гранат но у меня их не осталось не было давно кончился гранат а магазин идти было лень поэтому я очень из красненького добавил такой слегка подмаринованный болгарский красный перец и маринованный яблочный уксус растительное масло и черный перец но главное что получилось живописно и вкусно очень ну что ж повторяйте не жарьте просто курицу добавьте чуть-чуть чуть-чуть времени буквально 20 минут и получится у вас замечательное очень вкусное и не очень острое грузинское блюдо будьте счастливы будьте счастливы и всего вам хорошего а 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